Итак, друзья мои, всем приветики! Привет сегодня из Израиля! Сегодня мы находимся в израильском лесу на высоте где-то 500 метров от уровня моря на горе Кармель Сейчас я вам покажу, что у нас происходит в лесу какие у нас цветочки, какие у нас знаменитые есть кусточки и как мы пользуемся вообще лесом как у нас тут обстоит дело с гигиеной как обстоит с туалетами я вам покажу израильский туалет израильский рукомойник израильский мусоросборник покажу я вам и израильскую, короче, дырку для утилизации угля тоже покажу Так что, друзья, давайте за мной все всем все покажу и расскажу Bye! Друзья, нужно ли брать с собой воду в израильский лес если вы хотите поехать Ну вот сейчас мы проверим это высказывание Некоторые говорят, да, конечно, обязательно нужно запастись водичкой мало ли что ну и тому подобное А мы вот сейчас посмотрим, надо ли запастись водичкой или так сойдет вот мы подходим к такому умывальнику который находится не пойми где в общем в самой последней точке земли где вообще нет никого ни собак, ни людей никакой личности нет поблизости так и вот мы находим умывальник например вы какой-то путник который давно уже идете и пострадали там первым делом вот вам мыло положили лето хорошее мыло фирмы DAF почти что неиспользованное ну неважно нам чужого мыла не надо мы сейчас просим воды так, господи ты нам дашь воды сегодня? посмотрим пожалуйста мойтесь хоть залейтесь можете, собственно говоря, вымыть все свое тело после этих переходов воды полно вот так вот водичка течет здесь все оборудовано, конечно и вот так вот аккуратненько она на землю сходит хватит еще растениям и животным прекрасный кран в лесу вот, друзья мои это наше правительство оно не оставляет нас без воды даже в лесу ой, сейчас такая тепленькая пошла прям вот в ванну принимать можно можно голову помыть если, может, кому надо прям теплая, теплейшая водичка ой, горяченькая пошла здесь где-то вот здесь вот в этой траве вот в этих вот травах под вот этими вот травами проходят такие резиновые трубы ну не резиновые, они пластиковые, конечно и вода нагревается от солнышка ой, посмотрите, какая чистейшая водоем, можно пить и все ну я, конечно, ее пить не буду потому что я стаканчики не взяла ну в принципе можно чаек вскипятить кофеек картошечку помыть здесь люди приезжают отдыхают, значит, готовят там шашлыки кто что, кто во что гораст прекрасно просто прелестно, друзья например, ноги у вас устали от дальних переходов мы их помоем ножки не должны терпеть прекрасно боже мой какая теплая водичка благородная ой, ой, ой так, и вторую вторую помоем ой, отлично отлично ну мылом, конечно, я не буду чужим мыть не знаю, может быть, кто-то другой помоет мы его только ножки помоем ой, хорошо потрем с мочалочкой потрем ой, отлично отлично теплая водичка замечательная так ну что еще помыть на халяву не знаю, друзья приглашаю вас тоже может, вы что-нибудь захотите ну, в общем, можно много кое-какие места здесь помыть все, выключаем не будем тратить государственную воду сверх меры ну, все пойдем дальше дальше Продолжение следует...